Приветствую всех любителей турбореактивной тяги, ребята. Вот он турбостартер уже и готов. Теперь он в собранном виде. В этом видео мы будем стартовать его и запустим на газу. Это будет первый запуск. Должно быть очень много сжога из вот этого отверстия. Было выполнено очень много работы, но теперь, когда уже все позади, я готов огласить весь список и будем стартовать. Кому интересно увидеть весь фронт работ, можете посетить мой лайв-канал. Весь процесс я выкладывал там. Там же я и озвучил причины, почему я делал это именно на лайв-канале. Борьба, конечно, была неравная, но мне кажется, удалось выйти победителем из ситуации. Для тех, кто совсем не в курсе происходящего, ребята, мы сейчас в первый раз. До этого я ни разу не пробовал. Будем запускать газотурбинный двигатель на базе турбостартера ТС-20Б. Изначально этот агрегат служил для разгона большого маршевого двигателя турбореактивного. Применялся на различных самолетах, но мы его будем стартовать в гараже. В итоге, когда я выточу сюда сопло, этот ГТД действительно станет турбореактивным двигателем и должен будет выдавать до 55 килограмм тяги. Ну а после всего, если все пройдет нормально, мы сюда поставим приставку с редуктором и поставим ее на автомобиль. Очень интересно это сделать, я давно мечтаю. Итак, ребята, от слов к делу, что же я здесь сделал? Сделал полностью топливный коллектор на равнодлинных трубах. Вот это все вплоть до штуцера выточено с нуля. Установил манометр на масляную систему, чтобы контролировать давление масла. Потому что это очень важно. Если давление пропадет, то подшипником двигателя придет хана. Также очень много крови попил у меня вот этот масляный насос. Он будет запитывать масляную систему. Вот это вход. Нужно сделать трубку для забора. Это будет слив масла. Сюда подаем топливо. Здесь слив масла и вход. В качестве топлива буду использовать для начала. Пропан, потом будем переходить на жидкое топливо либо на бензин, либо на керосин. Масляная система будет запитываться от этого пульта. Топливо буду подавать краном. Выход с газового баллона. Можно как газообразным, так и жидким подавать, если перевернуть баллон. Теперь по электростартеру. Сделал два выхода на аккумулятор. Аккумы будут запитываться в параллель. Аккумуляторы 25 вольт выдают. Сделал очень мощные провода, чтобы выдерживало. Также поставил пусковое реле. И здесь подключена защита от чрезмерных оборотов. Если электродвигатель раскручивается до чрезмерных оборотов, то система обесточивается. Электростартер будет срабатывать от вот этой кнопки. То есть нажал, раскрутилось, отпустил. Произведем пробную раскрутку электростартера. Подключаю два аккумулятора в параллель, чтобы сильно их не нагружать. Потому что адский ток просто. Смотрим на интенсивность раскручивания. Стартер работает очень хорошо. Теперь масляный насос. Он запитывается от 3С литий-полимерной батареи и работает в двух режимах. Во-первых, кнопкой. Во-вторых, можно подключить на постоянный режим. Температуру будем контролировать по зеркалу. Будем смотреть, как сильно раскаляется крыльчатка. Стенд делал с тем учетом, чтобы можно было перевозить это все хозяйство в авто. Вообще, я планирую сделать вот здесь бачок, масляную систему и систему запуска, чтобы получился мобильный газотурбинный агрегат. Подключил подачу газа. Велико желание первый старт сделать на этом месте, ребята. Просто у меня ностальгия, как я запускал вот этот маленький двигатель мой самодельный в первый раз и как он в первый раз заработал. Это было, конечно, очень эпично, ребята. Хочется повторить эти эмоции, но на этот раз я подготовился. Есть огнетушитель. Вы не смотрите, что этот двигатель такой огромный. Подавать топлива больше, чем в этот я все равно не буду, потому что буду запускать с маленького баллона. Здесь в трубе маленькое сечение проходное и поэтому больше не пойдет. Дай бог, чтобы он на холостой режим вышел. На несколько секунд запустим, а потом пойдем и будем стартовать с огромным баллоном и будем давать жидкого. Все, ребята, подключил. Все уже на готове, огнетушитель на готове. Включаем подачу масла. Масло пошло, давление 1 атмосфера. Подключаем поджиг. Пробуем, ребята, запускать. Мало газа ему что-либо слишком. И нам можно еще заходить. 隨езде приходят. Не знаю, будемPH-ему, чтобы setting Можно это получить последний какой-то riches, поэтому это отсюда платить там인데 метров. Отпирria там цветов. Запуск газовой горелкой здесь уже, ребята, не канает. Слишком уж оно плохо зажигается, поэтому пришлось сделать подачу энергии на свечу. Был у меня вот такой шокер. Купил как-то у барых на парковке, знаете такие, которые все время что-то впаривают. Впарили они мне вот этот шокер за 600 рублей. Подключил я его на аккумуляторы огромные и смотрите, мы имеем вот такой звук с камеры сгорания. Я попробовал смесь поджигать, слушайте. Было зажигание. Теперь поджиг будет настоящий, хватит баловаться с этими горелками. В будущем можно подключить на две свечи. Я там просто намотал провод, ну вроде бы нормально работает. Пробуем все то же самое, только с поджигом электросвечой. Давление пошло. Включаю свечу. Включая свеча. Включая свеча. Субтитры сделал DimaTorzok Измеряем температуру. Температура невысокая. Вышел на холостой режим. Все заработало. Вообще фантастика, ребята. Все-таки запуск свечой это совсем другое дело. Если было две свечи, было бы еще лучше. Своим долгом предупредить вас, ребята, ни в коем случае такое не повторяйте. Повторяйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так турбостартер упаковывается в автомобиль. Решили вывести его подальше. Потому что сегодня много соседей. Не хочется их беспокоить. Проверяем огнетушитель. На профпригодность. Ох ты! Все. А ну давай я. Вроде бы все. Запитывать, ребята, будет от вот этого газового баллона. Чтобы ничего не тряслось, скорость транспортировки очень низкая. Практически как ракету на стартовый стол транспортирую. Очень-очень медленно. Иначе начинают болтаться баллоны. Начинает трястись двигатель. А он практически под потолок может повредить стекло. Углами острыми. Прибыли на место запусков. Вот так выглядит эта территория. Командный пункт будет располагаться здесь. Аккумуляторы. Кнопка раскрутки стартера. Кнопка запуска масляной системы. Манометр контроля давления в компрессоре. Аккумулятор запитки масляного насоса. Сообщение из командного пункта. У нас все готово к запускам. Давление 0,3 Б. 1 атмосфера. Отошел на 30 метров, потому что там нереально громко, ничего не слышно. Ребята, я счастлив, если честно. Прокручиваю стартером для охлаждения. Прокручиваю стартером для охлаждения. Ребята, вот запуск и состоялся. Такое ощущение, что в этом режиме он может работать бесконечно. Я надеюсь, вы оценили, с какой скоростью он запускается. Буквально 2-3 секунды и он выходит на холостой ход. 0,3 бара было давление компрессора. Хотя у него до 3,5 бар. То есть представьте, в 10 раз мощнее он может работать. То есть это совсем лайтовый режим. Нужно будет запускать на жидком топливе. И это должен быть не пропан. Обратите внимание, что выбег турбины очень долгий. Если кто не знает, в будущем я планирую сюда поставить редуктор и поставить это хозяйство на автомобиль. И попробовать проехать на автомобиле с реактивной тягой. Кому интересна такая тема, интересны такие видео, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока. Хочу сказать огромное спасибо Сергею, Алексею, Максиму, Денису и Игорю. Без вас, ребята, просто не было бы этого турбостартера и навесного оборудования, с помощью которого я его запустил в работу. Спасибо вам огромное. Именно благодаря вам развивается турбореактивная тема на моем канале. Ну и небольшой бонус. Видео вечернего запуска для тех, кто любит досматривать до конца. Смотрите, что как бонус с реактивной тягой. Видео вечернего жилья. Видео вечернего жилья. Продолжение следует... Продолжение следует...